здравствуйте друзья у нас гость на канале я делал анонсмент несколько дней назад когда мы показывали красивый торт с теннисистом значит это вот мой сан-ин-лог как бы муж дочери андрюша у него был день рождения а он любит в теннис играть и вот оксана сделал этот красивый торт было ну представляйтесь меня зовут оксана красуля я как я себя называю я владелец бизнеса и кейк артист то есть я делаю художественные торты но исключительно тирамису торт тирамису я его делаю и декорирую мастичными или шоколадными украшениями а вот я как человек далекий от кулинарии я хочу спросить вот тут ну хорошо любой торт включая тирамису это не то что вот скажем берешь рецепт и так строго делаешь при рецепте ну типа вот каждый кто хочет сделать может постараться и сделать или это не совсем так ну это не совсем так я получила этот рецепт от своей подруги но не в интернете нет не в интернете но с тех пор я этот рецепт переделала я его год отрабатывала пока он стал таким каким я сейчас то есть я учитывала все пожелания клиентов я так по вкусу да вкусовые пожелания клиентов можно так сказать добавила еще несколько своих ингредиентов и вот получилось то что по консистенции вот он должен быть с одной стороны мягкий с другой стороны не потечь если что с третьей стороны из него не должны вывалиться все эти ваши украшения я помню вы мне говорили там да осторожно и быстро не везите там из него может чуть выпасть ну вот консистенция как раз такова что она позволяет тирамису держать форму а если он в шоколаде или с бисквитными палочками дамские пальчики вот она не вытекает ну и потому что главный ингредиент моего торта любовь то есть она и держится да она все держит вместе как и в жизни ну хорошо а кого вы любите этот момент когда торт делаете вообще человечество в целом того кто будет есть этот торт или там кого-то из близких я думаю о заказчике даже не стремно то что я не вижу этого человека я думаю о нем если двое дело у вас производства многое делаете ну я бы не назвала это производство нет у вас как поток то есть вы все время заняты сколько часов в неделю вы делаете вот эти торты а сложно сказать она варьируется с неделью на неделю в основном заняты выходные ну хорошо вот я когда рассматривала что у меня возник вопрос такой ну хорошо ну там тирамису но понятно что это как бы достаточно крупный предмет слой положили там еще что-то положили а вот дальше начинается это мелкая работала там сетка теннисного корта и так такие маленькие элементика или вот там сидит человечек у него ручка у него ракетка теннисный мячик вот не получается что больше времени уходит вот на теннисные мячики чем на все это поле да получается как бы красота вот красота стоит много времени там очень много времени чтобы сделать такой торт декорации на такой торт я потратила где-то одиннадцать с половиной двенадцать часов вау ой господи но это вам в охотку все в радость вот я получаю огромное удовольствие когда я делаю мои торты это приносит не радость то есть ощущение того что я занимаюсь любимым делом ну это да хорошо я помню вы упомянули историю что вы начали печать делать эти торты потому что был какой-то общественный там ну прецедент надо было собрать деньги да кого-то заболел да сын моей близкой подруги молодой парень 22 года сломал шею вот они живут в Украине и нужна была помощь вы откуда-то западная Украина да я из Луцка это область какая Волынская Волынская это можно сказать классическая как бы часть вот это та часть Украины которая при Богдане Хмельницком да вот была правда вот там фактически да хорошо так сказать эм ну хорошо значит парень физически пострадал собирали деньги на операцию он парализован был нужно нужны были деньги он до сих пор остается парализован но нужны были деньги на лечение а я вот что не понимаю но все таки Украина же цивилизованная более менее государство человек пострадал он парализован его не лечат его лечат но за хорошее лечение безусловно нужны дополнительные деньги то есть если у человека денег нет не будет лечения не ну я бы так не сказала будет лечение просто как и все мы мы за свою работу получаем деньги да люди которые приходят предоставляют услуги там массажиста и билетолога и так далее когда они приходят на дом они должны соответственно оплачиваться я понял хорошо то есть какие то дополнительные сервисы которые не входят в то что покрывает больницы там и так далее ну на самом деле больницы недостаточно для того чтобы встать на ноги это нужно постоянно заниматься хорошо сказали нужно там сколько-то денег да и и вы сказали что я сейчас вот напеку тортов и соберу там восемьдесят или нет на самом деле было все не нужно по-другому а мы с друзьями на фейсбуке знакомые и незнакомые люди обращалась писала посты они поддержали мы собрали какую-то сумму но этого было недостаточно вот нужно было вот еще восемь тысяч долларов для того чтобы он получил реабилитацию то есть восемь тысяч была не вся сумма а только оставшаяся часть да вот и мне неудобно было спрашивать людей опять помогите мне еще раз моим друзьям ну а помочь надо было потому что они не как они не родные люди вот ну и я начала делать тирамису и продавать ну подождите но все равно чтобы на восемь тысяч продать тирамису это все равно уже много или десятки ну вообще я посчитала там было где-то 300 с чем-то тортов мне нужно было продать 300 шикарно 300 с лишним тортов а кто купит 300 с лишним тортов вот у человека который как бы ни одного торта еще не продал ну правда если продал 10 тысяч там может быть 300 ты даже и говорить никому не будешь они сами продадутся а как продать 300 когда нет ни одного ну на самом деле мой самый первый торт я продала за 150 долларов его купил мой врач который натолкнул мне на эту идею я ему рассказала историю он сказал я готов тебе помочь я куплю треток за 150 долларов он уже знал право что да да я его угощала вот и это меня натолкнуло на мысль что я могу создать на фейсбуке группу назвать его как сейчас называется мой бренд мать дилыша стирамису мать дилыша стирамису вот я написала с какой целью я создаю эту страницу и начала распространять это на фейсбуке многие мои друзья уже на на тот на то время они уже пробовали не тот они знали что это такое ну то есть торт вы рецепт вы получили задолго до этого и год его совершенствовали нет я я его начала совершенствовать когда я его начала продавать так а на этом просто был рецепт да просто был рецепт да но он нравится вот и учитывая пожелания покупателя я вот начала его отрабатывать и люди покупали вот сегодня ваша группа на сколько народу содержится это страница у меня страница 640 чем-то лайков ну лайков ладно а есть там какие-то подписчики вы члены группы же есть в моем бульсе там есть люди которые которым нравится страница которые следуют за моей страницей вот поэтому вот это 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 все что есть хорошо вот допустим если бы вы имели неограниченные возможности по производству тортов сколько вы тортов это могли пустить народ за месяц он сложно сказать вот сегодня у меня был на сегодня у меня был корпоративный заказ в компанию на 150 человек хорошо насколько нужно тортов на 150 1 на 10 1 1 порция идет на 10 человек то есть мне нужно было сделать 15 украшали там была лога компании русские какие нет это англоязычная компания американцы откуда они про вас знают девочка которая там работает она у меня заказывала понял понял то есть вот так ну то есть аэтишные да люди сейчас там денежное дело давайте знаете что а вы свой тортик принесли это вы просто так принесли не для съемки я вообще хотела показать давайте покажем вот такая вот волшебная коробочка идет к потребителю как конечный продукт вот то есть это базовая вот я украшаю ленточкой у нас друзья почему-то здесь жарко в офисе мы включили кондиционер но как бы первый раз мы снимаемся вот так в таких условиях ну давайте посмотрим я прилагаю свою визитку что вы будете возвращаться это хорошо вот так и вот когда они открываются короче это вам нужно открывать волшебную коробочку так друзья я открываю на камеру у вас слушать она я еще не вижу нужно пахнет сильно а вынимается надо знать друзья если знать чтобы вынимается то можно и выдать вот такой тут сегодня будет к чаю у михаила и светланы если вы знаете где они живут заходите они знают не только где мы живем но они еще знают как проехать из дома до работы а вот если вы видели мои там какие-то видео где я с вами разговариваю вот я отложим коробочка ну хорошо значит у нас на самом деле как бы помимо чисто кулинарного давайте только знаете что давайте кулинарную часть вот чем закончим если человек захотел местный захотел вот торт что он делает он заходит на мой веб-сайт или на фейсбук страницу пишет мне сообщение или находит мой email через веб-сайт или опять же таки через фейсбуковскую страницу и пишет ну хорошо тогда мы сделаем просто тогда мы в описании к видео дадим ссылку на веб-сайт вот я могу даже оттуда взять email чтобы люди не искали туда его могу с визитки взять email а знаете что давайте ка визиточку давайте мы ее покажем крупно сейчас мы ее покажем крупно 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 я не уверен что он что-то вот вот сейчас стало видно вот она визиточка так что друзья никто не может сказать что от них скрыли как получить хорошо а вы а вот здесь надо поболтать пришел чек за тортом можете с ним поболтать или вы конечно в этом же и вся сладость того чем я занимаюсь так то есть можно пообщаться всегда общение с людьми то есть это этот network социальная сеть да тортать тирамису они говорят тирамису здесь тирамису да ну некоторые люди они видят отзывы у меня на странице уже 60 больше 60 отзывов все 5 звезд вот они читают отзывы а смотрят картинки а им все нравится они потом не занятки оксаночка вот читала отзывы недавно был случай читала отзывы о вас читала сточила вас а зуб не идет вот-вот вы такая молодец а можно мне пражский тортик на субботу а просите еще вот так вот внимательно читали отзывы во вкус видео несу торт ну да это на эту тему есть много шуток бывает я даже могу сказать что я снимал сюжетик про тот ваш торт и там есть за сюжетиком когда уже добралось до того чтобы его кушать значит моя внучка саша которая участвовала сюжете она схватила этого теннисиста и единолично его употребила сразу на него положила да она съела человечка так при донецке мужской силы человечка все остальное умяли гости исключительно хорошо пошел впечатление так давайте мы вот что друзья мы переключаемся я я подозреваю что у оксана есть много всяких граней о которых можно было бы поговорить но давайте знаете что давайте по нашей традиции мы прежде чем к нашей основной презентации перейдем поспрашиваем